Привет, меня зовут Кащук Тарас, мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию. Продолжаем говорить о рогейнах. В прошлом видео мы с вами поговорили о оборудовании, которое вам нужно. Велорогейн, велосипед и все, что с ним связано. Ссылочка ниже. В этом видео мы с вами поговорим о планировке и доп. оборудовании, что вам нужно на старте и на дистанции. В первую очередь, когда вам дали карту. Это необходимая вещь для вас, естественно. Вы должны понять, сколько вы успеете проехать за контрольное время. К примеру, 3 часа умножаете в среднем. Ну, я, к примеру, еду 20 км в час. То есть, ориентируемся, 50-60 км я могу планировать смело. Если дистанция быстрая. Если дистанция планируется не очень быстро, соответственно, 15-14, возможно, 10 км в час. После того, как вы поняли, сколько вы реально можете проехать, начинается планирование. Для планирования я советую использовать вот такую штуку, называется Курвиметр. Продается в любом туристическом магазине, стоит копейки. Но она позволяет вам очень точно промерить расстояние. И тут важно, что вы должны мерить расстояние не по прямой, от пункта до пункта, а по реальному пути, как вы поедете. Потому что это та дистанция, которую вы в конечном итоге преодолеете. И именно эти 50-60 км за 3 часа должны получаться по оптимальному пути. Теперь самое главное засада. Всегда советую планировать 2-3 варианта. Потому что бывают технические проблемы, бывают банально проколы колеса, на котором вы тратите время. Потерялись, заблудились, нужно покушать, а не в туалет сходить. Поэтому спланировали вариант А, самый длинный, к примеру. И потом думайте, как вы будете где срезать, в случае, если вы не успеваете. И советую на карте отмечать время, где вы должны быть. Что вот тут вы должны быть через час после старта, тут через 2, на финише через 3. Если вы не успеваете, идет план Б, если совсем не успеваете, план С. Итак, вы спланировали дистанции. Вы точно знаете, сколько вы проедете километров. Теперь очень важно понять, что вам нужно с собой. Вода. Кто-то использует изотоники, кто-то использует всякие энергетические напитки, и кто-то пьет просто воду. Попробуйте на тренировках, что подходит именно вам. И используйте то, к чему вы привыкли. Не экспериментируйте на соревнованиях. Для экспериментов есть тренировки. Воду считаем, ну, грубо, литр на полтора часа, плюс-минус. Если жарко, чуть больше. Если холодно, можно чуть меньше. К примеру, я за 8-часовой эрогейн выпиваю примерно 3-4 литра воды, не больше. Вода – это обязательно. По еде вы сами поймите, что вы хотите кушать. Шоколадки, энергетические батончики, мюсли, все что угодно. То есть, опять же, пробуйте на тренировках, берите это с собой на старт. Опять же, на тренировках посчитайте, сколько вам нужно еды. Допустим, 1 шоколадка в час. В принципе, достаточно. С опытом вы поймете, что вам нужно еще. Из полезного, поскольку велосипед штука техническая, она ломается. Редко, но ломается. Большие ключи с собой таскать смысла нет. Поставляем их дома. Для того, чтобы обслужить велосипед весь, реально, вам достаточно всего лишь вот такого мультитула. Положите в рюкзак, катайтесь всегда с инструментом для того, чтобы небольшая техническая проблема не была причиной вашего схода. Потому что обидно, когда вот такую штучку вы забыли, и вы сходите с дистанции. Этим, можно, опять же, повторюсь, обслужить весь велосипед абсолютно. Вот. Насос, который также висит или у вас на велосипеде, или лежит в рюкзаке. Вот. И в рюкзак вы берете теплые вещи. Допустим, если это жаркое лето, понятно, там ничего особо не нужно. Если это уже близко к осени, можно взять с собой небольшую кофту, что если вам станет холодно, одели, и вам будет комфортно. Спасибо, что посмотрели это видео. Приходите на Рогейнс, ревнуйтесь, побеждайте, будьте лучшими. Продолжение следует...